ну что ж давайте начнем приветствую вас на этой теме она очень интересна в действительности и в течение следующих 15 минут я буду рассказывать о том как влияют наши мысли на наше поведение на наши эмоции на наши поступки почему важно контролировать свои мысли и как мы вообще воспринимаем нашу реальность наш мир и как говорится почему оптимисты даже на кладбище видят плюсы давайте представим такую ситуацию есть у нас девушка ее зовут юля и ее уволили с работы обычная ситуация мы привыкли что когда нас увольняют мы должен там печалиться огорчиться то есть как бы здравый смысл нам показывает что это ситуация должна вызывать определенную грусть тоску и печаль также еще одна ситуация например на работе сотрудник по имени андрей он пришел к начальнику и этот его отругал за отчет который он плохо выполнил и конечно андрей злится и негодует по этому поводу как бы но мы обычно привыкли что когда нас там начальник ругает за что-то мы соответственно тоже злимся но как бы всегда нам казалось многим кажется что то как мы реагируем это закономерный естественный процесс какая ситуация такая должна быть и реакция да если мы там стали свидетелями дтп то мы конечно же там ужаснемся если мы там прочитали какую-то интересную книгу то конечно же она вызовет у нас интерес но в действительности все намного сложнее да мы вот думали что сама ситуация вызывает у нас нашу эмоциональную реакцию отклик но в действительности все не так просто и один пример два примера небольших о том почему это не так однозначно как казалось на самом деле есть ситуация когда поздним вечером вы допустим сидите в кресле и в соседней комнате слышите стук непонятный стук для вас неизвестный и у вас есть два варианта как вы отреагируете если вы подумаете что там грабитель то вы скорее всего встревожитесь и там вызовите полицию если вы подумаете что скорее всего кто-то из детей может быть что-то уронил или например дул сильный ветер и ударил веткой деревом по окну то вы как-то немного так задумаетесь может быть там детям нужно подойти сказать чтобы аккуратнее были или закрыть окно вот но как бы вот все зависит от того как вы подумаете еще один пример уже знакомы для нас андрей и юля это андрей подарил юлия очень красивое жерелье и у нее есть несколько вариантов как отреагировать на этот поступок на эту ситуацию если она подумает что какое замечательное украшение то она конечно же обрадуется если она подумает о том что замечательное украшение но мне постоянно что-то не идет мне все не подходит все на мне плохо сидит то конечно она подумает что вот ну будет какая-то негативная больше реакция эмоциональная будет она печалится есть станет грустно и если она подумает что замечательное ожерелье но почему я должна за себя платить в кино когда мы ходим вместе то она разозлится на своего возлюбленного и мы видим что есть одна ситуация но абсолютно три абсолютно разных эмоциональных реакций и вот они как раз вызваны тем что были абсолютно разные мысли которые были перед эмоциональной реакции перед той эмоции как под ощутил и вот между той ситуации в которой мы находились и эмоции да как следствие есть не то что посередине называется нашими мыслями когнитивными убеждениями установками нашим восприятием нашим отношениям то как мы относимся к этой ситуации в которой мы находимся да но что как говорится если будут три человека стоять и смотреть на одно и то же дерево то каждый увидит в этом дереве что-то свое кто-то увидит какое оно высокое кто-то видит какие красивые листья кто-то заметит насекомых которые живут на этих деревьях вот так же нашей жизни прежде чем мы испытаем какую-то эмоцию прежде всего у нас возникнет какая-то мысль относительно той ситуации тех поступков людей которых мы находимся и идемте дальше какие можно сделать предварительные выводы относительно наших мыслей можно сказать что мы думаем что все наши мысли рациональны и правильны но в действительности это не всегда так и сейчас я приведу несколько самых частых когнитивных искажений которые встречаются на нашем пути и все мы очень часто их совершаем и они приводят к тому что мы приходим к неправильным выводам о себе и о близких каких-то событиях о том что будет в будущем и так частая когнитивная ошибка искажения это дихотомическое мышление или черно-белое мышление когда мы думаем либо все плохо либо все хорошо да то есть мы не можем представить что есть какие-то ситуации скажем так в континууме да мы говорим что либо все ужасно я неудачник я плохой либо я замечательный я прекрасный человек но мы часто не думаем рационально например что да есть ситуации в которых я не очень хорошо справляюсь но есть много ситуаций в которых я очень успешен также я часто когнитивное искажение это катастрофизация наш мозг он боится каких-то негативных ситуаций и пытается всячески нас предупредить поэтому он нам посылает мысли о том что ой там будет ужасно не иди туда там будет плохо не делай этого возможно тебя хотят обмануть там или еще что то и вот это тоже часто когнитивная ошибка хотя доказательств этому в действительности может и не быть следующее когнитивное искажение это чтение мыслей многие из нас думают что мы знаем что о нас думают другие люди мы как бы предполагаем тот подумал о нас это та подумала о нас это в действительности мы лишь представляем что о нас другие люди думают но это всего лишь наши мысли например люди с низкой самооценкой часто думают что другие их критикуют относятся к ним очень негативно хотя в действительности это всего лишь мнение самих людей и своей самооценки следующее когнитивное искажение это сверх генерализация когда мы на основании какой-то одной ситуации уже делаем вывод о том какие мы на самом деле да как бы индукция дедукция это все замечательно но с людьми немножечко посложнее если где-то вы были ну скажем не очень удачно выступили или что-то сделали не очень хорошо это не значит что вы вообще скажем неудачник то есть необходимо еще находить много доказательств этому подтверждению этому убеждению и последнее частое когнитивное искажение это персонализация когда мы думаем что виной всех происшествий неприятностей которые в нашей жизни происходят в жизни близких наших людей это мы виноваты во всем этом такое часто бывает у депрессивных людей людей которые имеют депрессивное мышление ибо страдают депрессия они виноваты винят во всем только себя и над этим тоже нужно работать какие можно сделать предварительные выводы относительно наших мыслей но прежде всего мысль она субъективна мысль не отражает нашу объективную реальность то есть как я уже говорил о том дереве да каждый думает что-то о своем каждый видит часть объективной реальности мы не видим ее полностью поэтому наши мысли не всегда будет отражением того что на самом деле происходит мысль это не навсегда до мысль это не будущее и мысль это не то что будет в ближайшем времени то есть если мы о чем-то подумали это не означает что так будет действительно то есть еще очень много много вариантов которые могут произойти и необходимо подумать что еще может быть они только та мысль которую вы себе подумали и а мысль это не навсегда многие из нас мучаются по поводу всяких навязчивых мыслей ревности обиды и так далее мы думаем что вот если с утра мысль какая-то нас посетила то мы целый день с ней находимся но в действительности мы от мысли можем отказываться достаточно легко уходить от них и я буду дальше говорить о техниках да которые помогут работать с нашими мыслями и так какие же могут быть техники самопомощи можно их поделить на три не на три блока это экспресс техники то есть техники которые помогают справиться здесь и сейчас с негативными мыслями например как вариант вы можете отвлечься на что-то другое на какие-то другие дела на мобильный телефон на какие-то игры в нем всякие развивающие игры очень хорошо помогают чтобы переключиться от негативных мыслей хотя бы на какое-то время также могут помочь техники mindfulness техники осознанности дыхательные упражнения то есть все то что поможет вам сконцентрироваться например на вашем теле на ваших ощущениях и отключиться от ваших мыслей здесь суть заключается в том что вы работаете с вашим вниманием вы внимание свое переключаете от вашей негативной мысли на что-то другое также вам помогут больше такие рациональные аналитические способы это вопросы которые вы можете себе задавать чтобы поддать критике те мысли которые у вас возникают например какие доказательства в пользу того что действительно это произойдет да какая-то тревожная мысль случится на самом деле какие доказательства против этого также вы можете себе задать вот такой вопрос да вы никогда не беспокоитесь какой в этом смысл что это мне дает то есть такие мета вопросы которые помогут понять суть вообще этой этого переживания этих беспокойств да какая польза от беспокойств принципе ничего кроме потерянных нервных клеток вам это не дает но мы почему-то беспокоимся да ну отчасти потому что это такая заученная реакция общество нам показывает что когда мы в ситуации неопределенности то часто все остальные волнуются и мы тоже как-то уже поддаемся этой панике и также можно задавать себе вопросы направленные на включение скажем так продуктивной тревоги потому что не продуктивная тревога когда вы паникуете и не знаете за что взяться а продуктивная тревога это когда вы думаете как я могу решить эту ситуацию здесь и сейчас что у меня есть какие возможности какие ресурсы для того чтобы это сделать что я могу и вот это как раз вам поможет более целенаправленно решить ту ситуацию которая вас беспокоит также один из вариантов и последний техник самопомощи это дневники мыслей или способы структурирования своих мыслей приведу несколько примеров таких дневников например когда вы записываете свою негативную мысль да что там что-то может произойти описывайте сколько вы чувствуете дискомфорта от этой мысли при этом максимум 10 из 10 и и описываете какие могут быть альтернативные более таки успокаивающие но при тем но при том объективные рациональные возможные варианты того как ситуация может быть на самом деле происходить и после того как вы записали эти варианты перечитали их запишите насколько сильно этот уровень дискомфорта у вас снизился если вы часто будете практиковать этот дневник то вы заметите что уровень дискомфорта конечно же снижается также есть еще вариант дневника это когда вы помогаете себе видеть немного шире потому что когда мы беспокоимся часто наш мозг включая скажем так туннельное мышление мы видим только один негативный выход один негативный вариант исхода ситуации и не видим шире вот такой дневник как вы видите у себя на экране помогает посмотреть на ситуацию под разным углом например можете записать на худший вариант ситуации наилучший этот который может быть действительности произойти как скажем так 50 на 50 из наилучшего и наихудшего следующий вариант это уже в виде дневника вы можете записать какие могут быть доказательства в пользу того что произойдет та или иная ситуация негативная и какие доказательства против если вы заметите что доказательств против они доказательства взяты из объективной реальности доказательств против больше то это даст вам большее успокоение если вы еще будете перечитывать каждый день эти доказательства которые против этой негативной мысли вы намного быстрее успокоитесь и будете чувствовать себя намного лучше и а последнее последний вариант дневника который можно привести сейчас это когда вы записываете какие-то негативные мысли относительно будущего ну например да вот вы записали негативную тревожную мысль о том что вы думаете случится сегодня вашу эмоцию насколько насильная скажем там 10 из 10 и что на самом деле произошло какая ситуация все-таки случилось и что вы почувствовали в этой ситуации по итогу того как эта ситуация сбылась да вы успокоились и вы уже не чувствуете эту тревогу замечено что вот и моем опыте и опыте моих коллег и клиентов что люди которые активно ведут дневник вот например по поводу прогнозирования своего будущего да и сначала записывать свою негативную мысль а потом что случилось на самом деле и отслеживают что очень часто то что они там надумывают не происходит действительности могу сказать что люди более спокойно начинают реагировать на свое будущее и уже не так часто у них возникают вот эти негативные пугающие их мысли какие можно сделать финальные выводы относительно наших мыслей прежде всего можно сказать что не всем мыслям можно доверять наши мысли это могут быть как старая привычка что-то вот из прошлого возможно вы у вас был какой-то негативный жизненный опыт и вы уже находясь в новой ситуации думаете еще по старому и ваши старые мысли никак не относятся и не подходят этой новой ситуации и не всегда если у вас возникла какая-то мысль ей нужно доверять исследовать только ей также можно сказать что беспокойство это не действие нужно выбирать конкретную задачу которую нужно решить то есть необходимо включать такую продуктивную тревогу и подумать накидать план действий что я могу сделать здесь и сейчас этой ситуации уверяю вас если вы переключите внимание с вашей тревоги хотя бы на расписывание плана действий тревога у вас снизится конечно же от некоторых мысли можно дистанцироваться ли от страницы то есть мысли это наподобие вагона поезда да вот у вас есть билеты вы собираетесь садиться именно в какой-то определенный поезд вы не садитесь в любой который увидите первый попавшийся вы едете только на ту станцию на которую вы планируете ехать и вы их выходите на ней вы не едете дальше так же самое с мыслями если утром они у вас возникли какие-то негативные мысли не обязательно целый день проводить с этими мыслями а если это так же самое как может быть вот вы идете по улице да и вам раздают листовки флайеры очень многие люди берут эти листовки и выкидывают ближайший уровень они не носятся с этими флайерами целый день и неделю так же само и с мыслями не нужно с ними носиться от них можно избавляться их можно от них отключаться и переключаться на что-то другое и также вы можете ознакомиться с некоторыми полезными книгами которые нам доступно простом языке помогут вам поработать с вашими негативными мыслями и научиться жить более рациональный более спокойнее реагировать на реальность и также рекомендую вам подписаться на мои социальные сети где у меня есть скажем телеграм-канал психика где я активно публикую много информации по поводу того как мы мыслим как мы реагируем на реальность и как можно справляться с различными ситуациями и с нашими эмоциями и так же самое в фейсбуке вы можете подписываться и следить за полезной информацией ну я надеюсь я понял возможно говорится там о влюбленности или какой-то эйфории или может быть тревога действительно может быть смотрите очень рекомендую опять же вести дневники мыслей где вы записываете что вы чувствуете в той или иной ситуации например у вас может быть ситуация там отношения или еще чего чего-то записали дальше какую эмоцию вы испытываете гнев тревога беспокойство обида вина и так далее вот и как вариант запишите мысль которая у вас возникла вследствие этого почему вы испытываете эту эмоцию например потому что я боюсь что меня там бросит меня обманут или что-то такое кстати по поводу вот крана добавить по поводу той ситуации в которой мы сейчас находимся нисколько сама эпидемия нас беспокоит нисколько вот то что там в китае происходило да сколько сами мысли которые мы додумываем или появляются у нас вследствие вот этой ситуации потому что когда коронавирус был еще в китае мы спокойно к этому относились мы никак не реагировали но как только мы узнали что это приближается к нам у многих сразу появились мысли ага я могу заболеть могут заболеть мои близкие я могу там потерять работу именно эти мысли вызывают беспокойство хотя как на самом деле может быть мы даже этого не знаем в принципе мы более-менее многие благополучно переживают эту ситуацию поэтому относительно эмоций важно их записывать хотя бы 20 минут в день вечером уделяете воспоминаниям того дня который вы прожили для того чтобы записать те ситуации и те эмоции вас беспокоит чтобы потом можно было их проанализировать например с тем же самым психологом или психотерапевтом это очень отличная такая основа для дальнейшей работы над собой но от меня цикавится как что у тебя не мая психолога психотерапевта как без психолога самостоятельно зрозумито че все взагалі нормально с твоими домками чиньи коли ну як ты сам зрозумиешь что тебе треба звертатись уже за допомогою че треба тоби уже и какие-то таблички запомнивать че все в порядке че ты рады взагалі завжди будь и как бы усведомленным расскажи опять же если нет возможности обратиться к психологу психотерапевту есть замечательные книги которые я показывал до этого могу еще раз мы поширили уже посылание на презентацию то вы можете зайти там я ссылается этими книгами да то есть как бы такая сама помощь с помощью книг также на ютубе очень много видео об этом дневники и какие-то таблички это не тот случай когда уже знаете такая патология когда красная лампочка горит и нужно их заполнять это тот случай когда вы просто занимаетесь самоанализом вот когда вы многие сейчас очень модно делать там план на там следующий год дневник мыслей мечтаний какие-то карты где мы рисуем что мы хотим то же самое с дневниками мы помогаем себе структурировать в нашем восприятии нашей памяти то что мы хотим или то что происходит действительности потому что наша память и наш мозг они достаточно ограничены и мы забываем очень часто многое а потом мы скажем так неосознанно начинаем себя вести снова и снова и очень многие люди которые ввели дневники и заглядывают в эти дневнички хотя бы там неделю они повели через месяц снова и заглянули в них они замечают игру но замечают говорят вот как какая же там глупая я бывали какой глупый что у меня были такие мысли они настолько были оторваны от реальности сейчас я думаю совсем по-другому и вот как раз это показывает эффективность этих дневников помимо того что есть научные исследования которые говорят об этом и психотерапия активно используется но и опыт многих людей тоже показывает что записывание своих мыслей а потом хотя бы через месяц посмотреть на них уже говорит о том что вы изменились и дневники тоже были помощником в этом я думаю что это так как психологичное здоровье можно сказать еще я к ес робите зарядку вранции то так само треба займаться с собой так наступное питание используются ли упомянутые методики при подготовке публичных выступлений а на самом выступлении что можете порекомендовать по поводу публичных выступлений да вы можете в том же самом телефоне это очень удобно приложение там блокнот evernote и все что можно использовать если вот у вас трусится руки стоите с телефоном перед публичным выступлением запишите те мысли которые у вас возникли чтобы потом можно было после выступления хотя бы проанализировать почему это так возникает если у вас часто бывают выступления и вы хотите с каждым разом все лучше и лучше реагировать если говорить за публичное выступление когда вы выступаете вы можете подумать вот какие мысли вас атакуют даже можно так сказать именно во время выступления или перед выступлением потому что именно мысль является скажем так тем звоночком который провоцирует дальнейшую эмоцию это там переживание потливость вот эта вся физиологическая реакция когда начинается вот бей беги скажем так вы можете вместо этой мысли подумать более позитивную мысль да как замечательно что здесь выступаю я уверен что у меня все получится я хорошо подготовился меня слушает большое количество людей и сейчас я могу говорить важные вещи у меня есть возможность скажем так показать на что я могу на что я способен но это если говорить поверхность на более глубокая работа это конечно там работа с самооценкой у многих потому что люди которые уверены в себе они более спокойно и более быстрее привыкают к публичным выступлениям конечно можно говорить о том что опыт и все остальное и это все вырабатывается со временем но все же люди с более высокой самооценкой они более спокойно реагируют на публику можно приходить у нас на 15 на 4 практиковать публичным выступом так не могли бы вы рассказать немного ситуации когда у человека возникает убеждение газон за забором всегда зеленее другое решение кажется лучшим чем принятое каковы причины таких убеждений здесь вопрос тоже может быть с комплексом неполноценности самооценки когда человек занижает свои какие-то достоинства возможности качества для того чтобы и показывает вот как замечательно остальных вопрос можно задать следующий для чего он это делает что ему это дает если он так говорит для того чтобы получить внимание от вас что вы говорит они вы говорите ему да нет нет и что ты тоже замечательный ты тоже великолепный все хорошо все прекрасно ты там это это то то есть получает от вас эту похвалу то это как бы тоже очень важный момент а потому что очень часто мы говорим такие вещи для того чтобы получить внимание одобрение похвалу то есть нужно задаться вопросом для чего человек это делает так и вот еще что основа методик как я увидел это постараться быть честным самим собой но как вы относитесь к лживо благо лгать чтобы человек не волновался но тут уже как бы на совести каждого каждый решает какие аргументы он будет использовать для того чтобы успокоить другого человека но тут два важных момента первое сможет ли это человек перенести ту реальность как от которого не знает и который вы пытаетесь скрыть или человек может ее перенести но человеку нужно помочь это сделать здесь два таких тонких момента до либо человек не стрессоустойчив не умеет вести себя там ситуациях неопределенности в ситуациях стресса и это отдельный навык которому нужно учиться а либо вы каких-то каким-то каких-то личных может побуждение хотите его скрыть от какой-то неприятности и неприятных моментов тоже подумайте почему вы не хотите говорить ему правду что может быть вы от этого получите здорово спасибо спасибо